Всем привет! С вами Ирина Якутенко. Я биолог и научный журналист. У себя на канале я рассказываю о том, как наука объясняет самые разные процессы, происходящие в нашей жизни. С другой стороны, я простым языком рассказываю, собственно, про науку. И сегодня как раз такой случай, потому что сегодня мы будем говорить о том, кто и за что получил Нобелевскую премию по физике 2023 года. Премию получили Пьер Агастини, Ференс Краус и Анн Лулье. За свои работы в области атосекундной физики. Что такое атосекундная физика? Это физика, которая изучает процессы, длящиеся времена порядка атосекунд. Ну, для того, чтобы представить, что такое атосекунда, например, на Нобелевской конференции использовали следующее сравнение. Представьте биение вашего сердца. А теперь представьте возраст вселенной. Это на минуточку 13,8 миллиарда лет. Так вот, атосекунда соотносится со временем, которое нужно, чтобы ваше сердце сделало один удар, так же, как один удар вашего сердца соотносится со временем вселенной. Это, конечно, хорошее сравнение, но, с другой стороны, нам все равно очень сложно понять, что же такое атосекунда. Потому что мы живем в макромире, в котором все значимые процессы протекают на совсем других временах. Ну, порядка минут, часов или, скажем, лет. С другой стороны, например, космические процессы протекают на временах порядка сотен миллионов и миллиардов лет. И за время нашей человеческой жизни мы порой вообще не замечаем никаких существенных изменений в этих процессах. Иначе говоря, для нас, живущих в нашем времени, эти космические процессы попросту неподвижны. Если же мы обратимся в другую сторону, то есть в сторону гипотетических существ, которые живут во временах порядка мили, микро, фемта или даже атосекунд, то для них мы и все наши процессы являются неподвижными. С другой стороны, мы без специальных приспособлений тоже не можем посмотреть на эти процессы. Для нас они все выглядят размытыми. Точно так же, как выглядит размытым, скажем, футболист, если мы снимаем его с большой выдержкой. Можно условно сказать, что чем меньше объект, тем в более быстром времени он живет. Тем быстрее протекают важные для него, скажем так, ежедневные процессы. Хотя день для таких крошечных существ может длиться, например, атосекунду. И тут мы уже вплотную подходим к тому, чем занимаются лауреаты Нобелевской премии по физике 2023 года. Можно сказать, что они разрабатывают технологии, которые позволяют нам фотографировать вот такие вот сверхбыстрые процессы. А что нам в принципе нужно для того, чтобы сделать фотографию? Почему мы вообще видим картинку? Это происходит из-за того, что фотоны от объекта попадают нам в глаз, ну или в объектив камеры. Кроме того, можно дополнительно послать порцию фотонов, чтобы получше разглядеть какие-нибудь детали, например, включив вспышку на фотоаппарате. Или, как вариант, можно послать к объекту, скажем, электроны. Они столкнутся с объектом, это столкновение возбудит испускание других частиц, ну, например, тоже электронов, которые мы зарегистрируем. Так, например, работает электронная микрофотография. Но какой бы способ мы не выбрали, ясно одно. Для того, чтобы получить фотографию, наши фотоны или электроны, или время, на которое мы открываем затвор нашей камеры, должно быть короче, чем время, за которое происходят существенные изменения с объектом, который мы фотографируем. Потому что, если это время будет длиннее, то вместо четкой картинки мы получим смазанное пятно. Физики на протяжении столетий учились получать и применять все более и более короткие вспышки света или импульсы для того, чтобы фотографировать все более и более быстрые процессы. Сегодня мы умеем снимать макрообъекты, вроде людей или животных, и микрообъекты, например, клетки, их отдельные органеллы, или даже отдельные молекулы внутри этих клеток. При помощи этих методов мы смогли многое узнать о том, как функционируют клеточные процессы. Потому что, как мы уже говорили, они не только очень маленькие, но еще и очень быстрые. Но вот дальше, в сторону еще более мелких объектов, а значит, еще более быстрых процессов, физикам продвинуться не удавалось. И если фемтосекундные вспышки они еще научились делать, а фемтосекунда – это 10 в минус 15 секунд, то, что касается атосекундных вспышек, бытовало мнение, что это в принципе технически невозможно – получить настолько короткие вспышки. Хотя теоретическая база, которая указывала, что все-таки-все-таки можно получать даже такие сверх-супер-ультракороткие вспышки, существовала. Во многом ее развивал физик Пол Коркум. И многие эксперты полагают, что он тоже должен был бы быть в списке лауреатов Нобелевской премии по физике 23-го года. Но теория – это, конечно, хорошо, но для окончательного убедительного доказательства нам нужна практика. И в 1987 году Анну Илье смогла экспериментально показать, что теория действительно работает и что возможно получить атосекундные вспышки света. Для этого она пропускала фемтосекундные вспышки инфракрасного лазера через благородный газ. Энергия лазера как бы выдирала электроны из атомов газа, но затем та же энергия электрического поля лазера заставляла электроны возвращаться назад в атом. Но дело в том, что для того, чтобы вернуться на свое законное место, электрон должен отдать ту лишнюю энергию, которую он получил от лазера. И электрон делает это, испуская короткий ультрафиолетовый импульс, точная длина волны которого варьирует в зависимости от того, как далеко от атома электрон успел убежать. Такие вспышки от электронов, убежавших на разное расстояние от атома, называют абертона. Абертона пропорциональны исходному лазеру, который их породил. И когда они накладываются друг на друга, то иногда пики двух волн разных абертонов совпадают, и в этом случае мы получаем усиление света. В другом случае пик одной волны совпадает с совпадиной другой, и тогда мы наблюдаем ослабление. Если правильно подобрать исходные условия, то в результате такого наложения абертонов от электронов, убежавших на разное расстояние от атома друг на друга, мы получим серию усиленных импульсов, которые будут длиться несколько сотен атосекунд каждый. То есть, иначе говоря, мы получим серию атосекундных вспышек, которую мы и добивались. Пьер Агустини, второй лауреат Нобелевской премии по химии 2023 года, продолжил идею Анлю Ильи и сумел получить вспышки, которые шли одна за другой, связанные наподобие поезда. А Фернс Краус, третий лауреат, научился изолировать и точно измерять отдельные вспышки. В общем, вы уже видите, что физическая Нобелевская премия 2023 года соответствует тому ощущению, которое у многих людей возникает при слове «физика». Что-то очень сложное и непонятное. И, разумеется, такие вещи лучше всего обсуждать с людьми, которые досконально в них разбираются. Я поговорила с двумя учеными, которые работают в области атосекундной физики. Мой первый собеседник Александр Лихтенштейн, профессор теоретической физики в Гамбургском университете и руководитель теоретической группы в европейском Иксфель, европейском рентгеновском лазере на свободных электронах. Это такой международный проект по созданию самого крупного в мире лазера на свободных электронах. Мой второй собеседник Михаил Иванов, руководитель теоретического отдела Института нелинейной оптики и короткоимпульсной спектроскопии имени Макса Борна в Берлине. Мои собеседники не только рассказали о некоторых деталях, важных для понимания сути работ, за которые дали Нобелевскую премию, но и поделились тем, каково значение этих исследований. А оно, безусловно, очень велико. Причем не только для теоретической физики. Хотя и для теоретиков это страшно важные открытия, благодаря которым мы сможем изучать те процессы в самом сердце материи, до которых раньше никак не могли дотянуться. Но у этих работ есть и важное прикладное значение, причем в весьма неожиданном разрезе. Что, собственно говоря, было сделано, почему именно эти работы Нобелевский комитет отметил как выдающийся достойный премий? Это как раз очень хорошо подходит под Нобелевскую премию. Это новая наука. То есть они придумали новое название. Вот это атосекундная физика. Я всегда был очень скептический к этому. Ну, может, потому что я теоретик, я, в общем, не экспериментатор. И мне казалось, что это немножко сайнс-фикшен. Ну и поэтому, видимо, и дали. Анна Лехю, профессор в Люнде. Она, значит, 40 лет назад начала это делание. Никто не верил. Почему вы говорите, что это воспринималось как научная фантастика? То есть почему это было так и настолько невозможно? Атосекундные сначала надо понять, что это такое. Это 10 минус 18 секунд. Они используют лазеры. То есть лазерный импульс, он примерно порядка фемтосекунд. А фемтосекунды 10 минус 15. То есть там отличается в тысячу раз. Представьте себе, вот у вас молоток в тысячу раз больше, чем то, что вы хотите там стукнуть. В тысячу. Это не то, что мы говорим, что с молотком за этими забожками тяжело. Это еще гораздо хуже. Поэтому с помощью лазера изучать вот эти атомные процессы. То есть все процессы в атомах порядка атосекундные. Это можно по энергии просто увидеть. Атосекундные – это в тысячу раз больше энергии. То есть это очень-таки настоящая атомная энергия. Это очень быстрый процесс. То есть электрон очень быстро бегает вокруг атома. Поэтому мне казалось, что это просто невозможно. С помощью лазера сделать какие-то атосекундные импульсы – это просто невозможно. Нужно какие-то хитрости. Каждая группа год или другой не конкурировали. Сначала были фемтосекунды. То есть вот 10 лет назад у них там самая лучшая группа, она импульс там 5 фемтосекунд. Потом 1 фемтосекунда. Потом вот они опять спустились. Уже стало 500 атосекунд. Это значит полфемтосекунды. Ну и потом они все меньше и меньше. Сейчас, по-моему, они 100 атосекунд могут. И что можно при помощи таких атосекундных, ну сотни атосекунд все-таки, да, импульсов изучать? Они могут изучать танцы электронов в атомах и в молекулах. То есть динамику. Гайзенберг, когда он создавал квантовую механику, когда он это все писал, он даже не представлял, что можно вот как бы детектировать такую, ну такие, так сказать, динамику таких процессов. Помните, вот еще был, вот я тоже посмотрел, мне понравилось. Эйнштейн получил Нобелевскую премию за фотоэффект. Что такое фотоэффект? Лазером, ну или каким-то фотоном стучите, по металлу из него электроны выбиваются. У вас электрон, допустим, из вот этой оболочки, 2С или 2П, у них есть разница в скорости, откуда они выбиваются. Это новый взгляд, то есть копнули на новый уровень, ну, мироздания, я бы сказал. Вот раньше это было в принципе невозможно, а сейчас можно изучать другие процессы совершенно, и это, конечно, фантастически. Фотоэффектом, это интересная история. Объяснено было 100 лет назад. Эйнштейн за эту Нобелевскую премию получил, а не за теорию относительности, как многие думают. И все равно, получается, мы можем что-то узнать об этом явлении 100 лет назад, за которую дали Нобелевскую премию при помощи новых технологий. Я правильно понимаю? Совершенно верно. То есть раньше вот смотрели так, а сейчас еще один новый пласт, новый уровень вскрылся. Кстати, по Эйнштейну, он действительно получил премию не за теорию относительности. Это все знают. Он был не в Стокгольме, он был в другом маленьком городке, неважно, Швеции. Так он рассказывал не про фотоэффект, а доклад делал. А он как раз про теорию относительности докладывал. Про фотоэффект ему было уже не интересно через год. Сейчас очень много новых экспериментов, открытий пойдет. У нас в Эксфеле, не знаю, если вы знаете, это европейский лазер на свободных электронах. Это самый быстрый сейчас в мире, но проблема в нем такая, что там энергии лазера громадные. То есть в тысячу раз больше, чем вот эти лазеры, которые использовались в этих экспериментах. Очень большая энергия. И никто не знает, можно ли связать эти две. Свободный лазер на свободных электронах и вот эту атосикутную физику. Но они, в общем, сейчас на всех форах пытаются. И вот эта Анна Ликюр, она входит в научный совет Эксфеле. А что даст соединение супермощного, сверхмощного лазера Эксфеля и атосикундных импульсов? Зачем они хотят совместить это? Какой эффект планируется получить? За счет большой энергии они могут сфокусировать этот лазерный пучок, грубо говоря, ну, на нескольких атомах. Так сказать, ну, новые эффекты, может быть. Интересно, недавние эксперименты у нас в Эксфеле, есть какие-то сложные молекулы, потом они шарахают этим лазером, и она взрывается. Так как импульс очень большой, лазерный, то происходит кулоновский взрыв. Электроны связаны к кулоновской энергии, там свободный лазер, то просто вся молекула разрывается на части. Так как это ультрафаз, то есть очень быстро, то они могут детектировать, как она это делает, то есть как она разлетается. Это тоже очень интересно для биомолекул. Они могут делать молекулярные фильмы, молекулы муви. То есть они могут изучать динамику молекул прямо в живом, так сказать. Получается, если совместить Эксфель с атосекундными импульсами, то можно будет снимать кино уже не про молекулы, а про приключения электронов. Да. Ну что, совершенно science fiction, опять для меня. А как же быть с принципом неопределенности Гейзенберга, который нам говорит, что если мы точно локализуем положение электрона, то мы ничего не можем сказать точно про его скорость. То есть такие возможности точной фотосъемки электронов. Как это соотносится с теоретическим запретом? Против квантовой механики, естественно, не поедешь. Электроны будут размазаны, но динамику вот этого облака можете отследить, как оно, так сказать, двигается. И вот это и есть большой шаг, это секундно. Представьте себе, они могут прямо понять разницу во времени, там вот, испускания электрона с одной оболочки и с другой электроны. Раньше думали, что фотоэффект, вот он мгновенный и все, но он не так. То есть мы знаем с помощью атосекундной физики импульсов сверхбыстрых мы можем более детально понять, например, тот же фотоэффект и выяснить уже детали, с какой орбитальной на какой электрон как переходит. То есть это совершенно, получается, новый пласт фундаментальных знаний, которые, казалось бы, да, мы уже сто лет назад объяснили. А можно тогда такой журналистский вопрос задать? Журналисты любят глобализацию всегда, да, чтобы как-то это все объяснить. Насколько мне известно, сейчас в физике наблюдается некоторая стагнация, если так можно сказать, потому что стандартная модель, которая у нас объясняет, как устроена материальная вселенная, вроде бы мы все понимаем, как бы она у нас готова, но при этом мы видим, что есть часть вещей, которые туда никак не укладываются. Например, да, все, что связано с темной энергией. Может ли эта работа, которая сегодня удостоилась Нобелевской премии, те технические возможности изучать фундаментальные процессы, которые мы благодаря этому открытию получили, может ли она помочь физикам, теоретикам расширить стандартную модель или понять, почему модель есть, которая вроде бы все объясняет, а есть явления, которые не укладываются, или это из другой области и все не так? Конечно, то, что вы говорили про темную материю, это то, что называется high energy physics, то есть не наше, мы как бы твердое тело, молекулы, это то, что low energy, это низкая энергия. И даже внутри физики, вот из физики высоких энергий, физики низких энергий, по крайней мере теоретики, они всегда берут друг у друга новые эффекты. Вот у меня хороший друг, так сказать, Миша Костенссон, вы, наверное, его там слышали, знаете, он как бы теоретик, работает с геймом и новоселовым, который по графену. Я не понял, как графен, это вот кусок графита, который вы всегда пишете. Да, только двумерный. Ну, на самом деле, если вы, так сказать, долго-долго будете писать, то, скорее всего, вы оставите где-нибудь, может, и одномерный. Это же как раз, что такое писание карандашом? Вы срезаете вот эти пласты графита, которые очень слабо связаны, потому что он гексагональный. Так же гейм и делал. Ну, он скотчем, насколько я знаю, это делал, да? Да, скотчем. Вот они поняли, что физика вот этого графена, так как там бы слышали, там все говорят про дираковские электроны, потому что там электронный спектр вот такой вот, он с пересечением прямой, а это как раз дираковский называется, и вот это физика высоких энергий. Ее можно изучать на графене гораздо проще, чем на каких-нибудь там ускорителях в центре. И поэтому они очень много дали из физики твердого тела, перешагнули, ну, не в темную материю, но уж в high energy. То есть, в принципе, мы получили прекрасный инструмент, при помощи которого можно изучать разные фундаментальные процессы, но пока мы не можем точно сказать, что он нам может дать. То есть у нас есть ряд перспективных направлений, и мы пытаемся так всяко применять, и может быть из этого что-то получится, как вот, например, графен помог в изучении физики высоких энергий. Это чисто фундаментальная, префундаментальная премия такая, но, как известно, в будущем это все дает практические применения, просто мы пока не знаем, какие. Обычно, если что-то возможно, в науке оно как лавина идет. Так же, как сейчас дали Нобелевскую премию, значит, много молодых людей займутся этим. То есть, если это, в принципе, возможно, то кто-нибудь это найдет. А есть ли уже какие-то практические применения? Обычно людей интересует всегда практика, то есть, теоретики пусть своей теорией занимаются, а вот что бы нам, чтобы использовать? Вы знаете, вот поразительная совершенно вещь, за что я люблю нашу область, она жутко бесстрашна. Вот если дать этим лазерным физикам новый лазер, они же пойдут стрелять куда ни попадя, ничего не боятся. Поэтому стреляем во все, что только лежит и бежит и двигается. И опять же, я хочу привести пример Ференса, потому что он из всех нас, наверное, самый бесстрашный. И он сказал, давай-ка я буду стрелять по раковым клеткам и посмотрю, что получится. И что получилось? А вот что получилось? А получилось вот что. Вот тот же самый принцип, который связан с генерацией этих ультракоротких импульсов. Что происходит? Мы двигаем электроны. И мы можем смотреть на свет, который они излучают, на самых разных частотах. Он решил, дай-ка я посмотрю на свет, который они переизлучают, на тех частотах, которые есть уже в моем исходном коротком импульсе, инфракрасном, или там видимом диапазоне. И даже вот когда туда просто смотришь, те же самые процессы фундаментальные, туда просто смотришь, оказывается, что обычные клетки и раковые клетки немножко по-разному его излучают. И может быть даже на тех же самых частотах, но с другой задержкой во времени. Вот и это, пожалуй, для меня, вот если меня спросит человек на улице, какая, Миша, мне польза от этой всякой вашей науки, я скажу, знаешь или знаете, меня нисколько не удивит, если через 5 лет вы придете в экспериментальную клинику диагностировать, нет ли у вас рака груди, и вам не будут ничего вырезать, а просто быстренько возьмут и посветят даже не очень мощным лазером, никто ничего там не сгорит. Вот и посмотрят на прошедший свет, сделают полную-болную характеризацию прошедшего света и скажут, о, а вот тут вот хреново, а вот там ничего. Ну, я так понимаю, это только пока начальный этап. Насколько я понимаю, Фернс недавно возглавил институт, который будет этим заниматься, собственно, детально понимать, почему, какие раковые клетки, какие изменения дают, а какие-то, может, не дают. Правильно, вы понимаете, но он не недавно. Вот я сегодня, я только что, между прочим, просто пошел на ланч, и на соседнем столике сидел человек. Он садил ко мне спиной, и на футболке, которая у него была, на спине было написано, победитель – это мечтатель, который никогда не сдаётся. Вот я как раз подумал про фернцев. Он мечтатель, который никогда не сдаётся. И он вот эту свою идею уже 10 лет как-то толкает, так что это не очень быстро. И он её толкал совершенно из колыбели. Никто ему, конечно, не верил. И ему приходилось преодолевать колоссальные-колоссальные преграды и доказывать на каждом этапе, что это не безумная идея, что из этого действительно что-то может получиться. И то, что несколько лет назад возглавил целый институт, который этим занимается, это в моих глазах совершенно колоссальный праруф, потому что в этом институте есть не только на лазерах помешанные люди, а есть серьёзные люди, которые к медицине имеют отношение, они вполне серьёзно к этому относятся. Ну, в общем-то, и результат его показывает, что это не туфта. То есть, конечно, знаете, от того туфта или не туфта в научном плане до конкретного применения большой путь. И может эта идея быть правильной, но практически невыгодной, и какая-то другая технология будет более простой, более дешёвой, более устойчивой, если бы мы никогда никуда не пришли. Вот этот ответ, который я дам, хотя, конечно, есть масса других совершенно замечательных вещей, которые мы понимаем, но, скажем, вот всё-таки генерация гармонии, это тоже, кстати, интересный пример. Вот смотрите, для меня тоже была новость. Есть колоссальная потребность в источниках ультрафиолетового, экстремально ультрафиолетового излучения. Где? В технологиях, которые делают чипы. Потому что они их делают, нарезают всякую структуру, нарезают с помощью света, а масштабы, они определяются, конечно, длиной волны. Вот в этом смысле гораздо удобнее уменьшать длину волны, увеличивать частоту. И поэтому высокие гармоники являются потрясающим совершенно техническим методом, который сейчас действительно проник в индустрию. Ну, во-первых, смотреть на магнитные материалы, но даже для того, чтобы делать чипы. Я, честно говоря, не думал, что это серьёзно, пока Ан не вовлекла нас в проект, который делает, по-моему, в Швеции эта фирма. Там есть какие-то две фирмы, которые держат монополию на эти источники высокочастотного излучения для технологических применений в чипной индустрии. Вот они абсолютно на полном серьёзе сейчас требуют от нас, чтобы мы им очень-очень аккуратно всё считали, потому что таки они хотят всех этих конкурентов обогнать. Конечно, источники ультрафиолетового излучения, может пойти на синкрату, пожалуйста, но он огромный. А вот эта всякая установка, которая генерирует гармоники, она, как мы говорим, table top, она просто уменьшается, она компактная, она уменьшается на рабочем столе. И это действительно может быть компактной установкой очень яркого света. То есть, а именно их интересуют не столько сами атосекундные импульсы, сколько вот сама технология производства пентосекундных импульсов и их сложения? Нет, не пентосекундных. Технологии произведения когерентных, ярких, интенсивных, коротких импульсов в высоком ультрафиолете, в экстремальном ультрафиолете для того, чтобы нарезать их структуры, которые им надо. Вот. И в этом смысле атосекундные импульсы – это какой-то такой побочный продукт. А вот сама технология может быть использована для совсем других. Безусловно, да. И вот, смотрите, есть атосекундные импульсы и есть атосекундные, именно атосекундные технологии, которые смотрят за тем, что там делают эти несчастные раковые клетки, потому что задержки в переизлучении света, которые возникают, они действительно меньше одной филтой секунды. Это вот одна мечта, а вторая мечта уж не такая мечта, а это просто монополист индустриальный в это дело вкладывает деньги. Да, про практику понятно. То есть, с одной стороны, у нас есть прямое применение, которое пока неизвестно, выстроит или нет, но есть надежда, есть косвенная. А я хочу спросить про применение для развития дальнейшего фундаментальной теоретической физики. Раз у нас теперь появилась возможность изучать процессы, происходящие на ультракоротких временах в атоме, то есть, процессы, происходящие с электронами, какие направления теоретической физики могут выиграть от накопления экспериментальных данных с использованием вот этих новых атосекундных вспышек? То есть, уже не про практику, а про самую, что, не знаю, есть теорию. Ну вот, смотрите, очень-очень хороший вопрос. Опять же, наверное, не теоретической физики, а физики вообще. Физика вообще-то, наука, конечно, все-таки экспериментальная, хоть я и теоретика с вынужденным, к сожалению, признаться. Но что здесь можно сказать? Вот, конечно, мы, безусловно, можем смотреть за движением, за переносом энергии, переносом заряда, переносом спина в материалах. Вот сложные материалы, там, магнитные, феромагнетики, антиферомагнетики и так далее. Вот мы знаем, что в основе всего того, что там происходит, есть движение электронов, движение спина. Но посмотреть за тем, как они двигаются, вот мы действительно в первый раз можем. Раньше просто не могли. Потом возьмем, есть такие еще поразительные вещи, называются топологические структуры. Я не знаю, как там объяснять это. Но есть такие топологические твердые тела, в которых по краям могут течь токи, к которым совершенно наплевать на то, что края неровные, там, какие-то загнутые, погнутые, с дырками. А они все равно текут по краям, и ничего не делается, они не рассеиваются никак. Вот чисто оптически почувствовать, вот есть такие токи или нет, мы, похоже, тоже теперь можем с помощью вот этой секундной физики. И что нам это даст, когда мы поймем, есть или нет? Ну вот теперь вы уже опять заставляете меня фантазировать. Но потому что это действительно большой фундаментальный вопрос. А когда это возникает? А как? А как быстро? Вот допустим, что у меня есть фазовый переход в веществе, и он происходит, ну, скажем, из тривиальной фазы топологической. А как быстро он происходит? И вот это, кстати, это вопрос, на который не так-то просто ответить. Или, скажем, вот еще самый такой смешной вопрос, к которому я немножко слегка все-таки септически отношусь, поскольку я теоретик. Но, опять же, для широкого слушателя, вот, пожалуй, этот вопрос хорошо подойдет. Вот смотрите, есть такой эффект, который Эйнштейну дали на близкую премию, называется фотоэффект. Вот приходит фотон, вылетает электрон. Вопрос, а как быстро? Вот сколько времени требуется электрон, чтобы пожрать этот фотон и выскочить? Интересный вопрос. Ну, для практики я не знаю. Хотя, я, кстати, буду с пеной у рта отставить, что это жутко интересный вопрос и для практики. Но, с точки зрения фундаментальной науки, безусловно, крайне интересный вопрос. Как же быстро это происходит? А вот ответить на этот вопрос можно с помощью атосекундной науки. Вот атосекундные импульсы и вообще подход атосекундной, который позволяет смотреть прямо во времени, разрешать вот такие фундаментальные процессы, как отклик электронов на свет. Ну, вот любое применение. Значит, как там, если, скажем, дырка. Выдрали электроны куда-то глубоко из кора атома. И там глубоко в коре образовалась дырка. Дальше есть много-много электронов, которые занимают другие оболочки. Дальше они начинают пихать и расталкивать друг друга. Один из них стремится занять место свободное. Пониже. Да, при этом драк так и идет. Часть из них еще вылетает. Прямо как люди в условиях... Ну, безусловно, да. Да, вот расталкивают локтями и говорят, это мое, мое место. Сейчас сяду. При этом другие вылетают с воплями. Ну, вот как они это делают? Как быстро они это делают? Там-то, может быть, довольно сложные каскадные процессы. Один получил поддых, дал другому. Но вот, в принципе, мы научимся сейчас смотреть на это все. То есть мы накопим при помощи атосекундной физики, у нас наконец появился реальный шанс накопить достаточное количество новых экспериментальных данных на совершенно новом уровне, который был до этого недоступен. И они помогут нам продвинуть дальше теорию. Безусловно, и понимание, конечно. Вот у меня есть такой чудесный друг в Канаде, Альберт Столов. Он всегда говорит, что он занимается молекулярными реакциями. Ну, там как в молекулах происходят реакции? Ну, скажем, ну, подходят две молекулы и говорят, ну, давайте объединяться. И они жмут друг в другую руки. Ну, как они объединяются? Они же электронами начинают. Конечно. Или вот, опять же, у Олеснарного надо все-таки ее вспомнить, потому что она тоже пионер. Совершенно новой области. Вот этой области не было вообще дотасекундной физики. Это ультрабыстрая динамка в хиральных молекулах. Я не знаю, знаете ли вы, что такое хиральные молекулы? Как биолог, разумеется. Это же не важно для биологии. Ну, да. Так, а вот что делают электроны, когда их подбросили, когда они поглотили свет внутри хиральных молекул? Вот что они дальше делают? Как эта молекула реализует в химических реакциях, в фотохимических реакциях, вот эту свою хиральную структуру за счет именно электронного движения? И вот почувствовать это движение, посмотреть на него, сделать картинку, как они двигаются, проконтролировать, составить их двигаться так, как ты хочешь. Вот это все. Вот это все новая область. Совершенно ультрабыстрая хиральность на чрезвычайно коротких хиринах. И это вот отсюда же вылезло. Опять же, как биолог, вы тогда знаете, что отличать хиральные молекулы левую от правых очень важно. Конечно, они недовитые, токсичные, да. Но ужасно трудно. Так вот, оказывается, что если заставить электроны бегать по ним, вот они сразу орут, что мы левые или мы правые. Потому что, знаете, когда я открываю бутылку вина, если мне дали штопор с не той хиральностью, по счастью, у меня все штопоры правильные, я сразу это почувствую. Я кручу, а не вкручивается. Ничего не получается. Вот это те самые электроны, которые я теперь начинаю вкручивать. И если я их вкручиваю своей рукой туда, а хиральные структуры молекулы их тянет назад, они сразу кричат, нет, не туда, не туда, не работает. А если я вкручу в правильное направление, то работает. И хиральные сигналы становятся гораздо, гораздо, гораздо сильнее. То есть от, там, типа, 0,01% до 100% – это 4 порядка величины. Это вам… То есть это, фактически, теоретический способ делить ЛД изомеры, ну, то есть право и не обращающие. Если бы только теоретически. Нет, это не… А надеюсь, вот если моя мечта исполнится, я смогу сказать, что тогда я не зря занимался наукой. Я очень надеюсь, что это будет практический. Мы сейчас, в основном, Оль, конечно, изо всех сил пихаем именно вот эти идеи, чтобы они дошли до практики. У нас совершенно дурацкая мечта, что мы сможем сделать сенсоры невероятно чувствительные, которые используют атосекундные процессы в молекулах. Действительно сенсоры, настоящие сенсоры. Для того, чтобы различать левые и правые молекулы в очень маленьких количествах. Очень-очень маленьких количествах и очень-очень эффективно. И быстро. То есть, ну, в принципе, тут уже для производства просматривается интересное применение. У нас уже даже есть патент на эту тему. Михаил, спасибо большое. Давайте вот последний вопрос. Могли бы вы сформулировать, собрать, чем именно замечательно открытие, за которое вручили Нобелю? Вот чтобы человек, который условно хочет прочитать только под заголовок новости и заголовок и понять, чем это замечательно. Ну, слушайте, вот когда со мной нет Оли, моей жены, я куда-нибудь пойду, и очень симпатичная девушка есть рядом. И она мне спрашивает, молодой человек, над чем вы занимаетесь? Я говорю, я работаю в киноиндустрии. Мы теперь делаем ужасно классное кино, очень коротко. Вот мы можем делать очень быстрые фильмы. Они длятся всего-навсего одну фентосекунду. И они вам показывают такую очень интересную жизнь, богатую событиями, которые ведут электроны и в атомах, и в молекулах, и в любых других веществах. И вы должны понимать, что все, что у вас происходит сейчас, все-таки двигателем всего этого дела является электроны. Мы можем посмотреть, как живут почти самые фундаментальные наши составляющие, тот мир, который нам был недоступен, микромир. Абсолютно. Мы теперь сможем в кинотеатре смотреть условно кино. Ну, вот это то, что, собственно, мы делаем. Мы делаем такие фильмы, даже где-то что-то есть на Ютьюбе, но это, пожалуй, не стоит. Ну, это пока. Подождем, сейчас все быстро развивается. Может быть, получат Оскара эти фильмы в какой-то перспективе. Как минимум Санденс за независимое кино. Мне кажется, после беседы с Александром Лихтенштейном и Михаилом Ивановым ни у кого не должно остаться сомнений, насколько замечательные работы получили Нобелевскую премию по физике в 2023 году. Кроме того, очевидно, насколько мощная и невероятно глубокая теоретическая база лежит за этими работами. И это то, что не перестает восхищать в науке. Насколько мы при помощи нашего ума способны проникать в самое сердце материи или, например, исследовать космические процессы. Я же, со своей стороны, продолжу вам рассказывать об этих невероятных чудесах, которые и не чудеса, а то, что делает наука. А чтобы я могла и дальше это делать, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки моим видео и, конечно, подписывайтесь на меня на платформах Patreon и Boosty. Ваша поддержка очень важна для меня. На этом все. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok